Более 140 видов техники и вооружения, 1000 военнослужащих и курсантов, 3000 гостей, 1000 патронов, снарядов и ракет, парный пуст тактических ракет «Точка-У», которые могут нести ядерный заряд. Это день ракетных войск и артиллерии на 33-м Лужском общевойсковом полигоне. Зрители стали подтягиваться к месту проведения праздника, местечку Ванькин-Бугор, еще с 9 часов утра. В 11 началась статическая демонстрация техники и вооружения. На территории учебно-тактического поля расположилась современная техника артиллеристов, ракетчиков и других родов войск. Все можно было посмотреть и потрогать. Военные рассказывали о назначении и тонкостях работы приборов. Кроме современных видов вооружения, можно было посмотреть на быт бойцов времен Великой Отечественной войны, а затем на реконструкцию одного из сражений под Сталинградом, откуда и пошла традиция праздновать День ракетных войск и артиллерии. Основной частью программы стал учебно-демонстрационный бой с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, зенитных установок, танков, авиации, противотанковых средств, огнеметов и, конечно, стрелкового оружия. По условному противнику были выпущены управляемые снаряды «Краснополь», управляемые мины «Смельчак» и термобарические заряды реактивного пехотного огнемета «Шмель». Окончательный разгром условного врага довершили две ракеты комплекса «Точка-У». За проведением мероприятия наблюдали военные беспилотники. День рождения «Точка-У». День рождения «Точка-У». ВОЕННАЯ СЛУЖАЩИЯ По окончании учебного боя военнослужащие, отличившиеся за последний год, были награждены государственными и ведомственными наградами. Завершился праздник концертной программой.